Мы во всём покажем, как шею мы расскажем, Мы тут работе, мы поём и нашим кругом... Гостей праздника встречают солисты народного фольклорного ансамбля «Калинка». Красная ленточка перерезана, с днём рождения, родничок. Мама, мама и ребёнок радует, и сегодня день рождения. Радует любимый, я вязать. Редкий случай, когда на утреннике в детском саду вместе с родителями стихи слушают чиновники и депутаты. Если ребёнок спешит в детский сад с радостью в кругу стремиться, значит такой детский сад для ребят безусловно годится. Губернатор Севастополя Сергей Иванович Миняйло поблагодарил коллектив детсада за помощь и терпение. Хоть садик и небольшой, в нём всего четыре группы, очередь в детские сады на 90 человек сократилась. Дети пристроены и будут получать дошкольное образование, готовиться к школе. Та проблема, которая сегодня стоит с очередью в детские сады, мы, я думаю, с ней справимся. На сегодняшний момент мы уже занимаемся проектированием новых детских садов. В следующем году мы их начнём строить. Это первый детский сад в Севастополе, получивший российскую лицензию от департамента образования. Поздравить педагогов и тех, которые работают в этом садике, уже работают, и тех, кто работает в департаменте образования и смог довести этот очень сложный процесс до логического завершения. Спасибо вам большое, потому что это очень большой труд. Труд был проделан действительно немалый. Детсад номер 25 был закрыт в 90-х годах прошлого века. Здание было передано частному лицу и долгие годы просто простаивало. Его реконструкция началась лишь в 2011-м. Была заменена кровля, проведено отопление, установлены стеклопакеты и укреплены стены. Теперь здесь современное оборудование и мебель. Так выглядит спальня с кроватями и трансформерами. Это комната для гигиены с миниатюрными санузлами, рукомойниками и душевой. А это группа для самых маленьких. Заведующая детским садом представила чиновникам детское меню. Говорит, вся пища диетическая приготовлена на пару. Самые счастливые лица в этот день у родителей. Говорят, ждали открытия детсада несколько лет и сегодня были приятно удивлены. Очень здорово. Все новое, все яркое, интересное. Поэтому, я думаю, детям будет очень интересно сюда ходить. И педагоги, воспитатели. Я успела немного познакомиться с девочками. Видно, что хороший очень коллектив, дружный. Я думаю, дети будут в восторге от своих воспитателей. Что тебе больше всего здесь понравилось? Расскажи. Игрушки. Этих симпатичных оленей сотрудники детсада сделали своими руками из подручных средств. Они сразу приглянулись малышам. По словам губернатора, перед Новым годом в Севастополе откроется еще один детский сад номер 69. Кроме того, помимо строительства новых детских учреждений, город будет возвращать и реконструировать бывшие детсадовские здания. Таких объектов шесть. Сегодня мы идем по принципу. У меня уже начали проектные искательские работы по строительству. Новых детских садов. Места определены для них. В следующем году по окончанию разработки проектных документации мы начнем строительные монтажные работы. Параллельно будем по возможности восстанавливать те детские сады, которые можно восстановить с точки зрения экономического эффекта. Напомним, президент Владимир Владимирович Путин поручил правительству России к 2016 году обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Маргарита Пронина, Денис Александрович, Сефинформбюро.